Вот у них план застройки. Это идет их граница. Вот то, что черными пунктирами, это их территория. Это дома будут стоять прямо на границе к парку. А вот эта страна, где, касаясь сейчас, мы стоим, дорожка, но они почему-то же, видите, красные, зашли на территорию парка. Вот здесь муниципальная земля. Они перешли границы красных линий. На самом деле, те самые красные линии застройщик уже переходил 10 лет назад. Но тогда народного гнева ему удалось избежать. В этот раз с категоричным «нет», согласны практически все жильцы округи. Вот на этом небольшом пятачке, всего 45,5 соток, как рассчитывают строители, разместятся два жилых дома. Местные уже успели обозвать их небоскребами, каждым больше 20 этажей. И эти две многоэтажки, и теннисные корты, и спортплощадку, и детскую площадку, «Северная компания» намерена разместить на 45 сотках земли. Причем безапелляционно. Как можно устроить, благоустроить придомовую территорию и поставить два дома на такой маленькой площадке? И теперь под видом благоустройства парка, как бы он обещал властям нашим, он будет благоустроить нам парк. Под этим предлогом он расширяет свою придомовую территорию. Теннисный корт там и все поставить. Нам этого не надо. Вы как, согласны? Нужна нам его помощь? Нет. Нет. Строительство уже началось с нарушений, говорят жители. То на забор не установят козырек, то застройщик опиливает деревья на муниципальной зоне. И это только часть местечковых претензий. В документации указан участок 45 соток. При данном строительстве, это 442 квартиры, они во много раз превышают такой параметр, как плотность застройки. Местные жители предполагают, что спортплощадки на придомовой территории попросту не поместятся. А значит, их, похоже, построят прямо в Комсомольском парке. На зеленой зоне, которую жители отстаивали уже не раз. Да и плюс ко всему новый жилой комплекс Тринити, так застройщик назвал два дома и территорию вокруг, строят на месте бывшей крупной парковки. Пока была стоянка, у нас дворы достаточно были свободны. Буквально у стоянки не стало. Уже вот сейчас рабочее время, вечером вот эта вся новая дорога заставлена в два ряда. Заставлены все дворы. Сейчас жители буквально дерутся за парковочные места. Особо наглые оставляют записки под дворниками соседей. Даже шины пару раз прокалывали. А когда два новых дома построят, мол, парковочные войны только усилятся. Ведь это прибавит как минимум 300 новых автомобилей, которые ставить точно некуда. Мы вот когда просчитали, что будет 442 квартиры, а теперь умножьте это на детей. И что у нас получается? Картина неприглядная. Детский сад им надо отдельно строить. Причем на 11 групп, в группе по 30 человек. И они еще не все уместятся. А теперь им столько же надо будет 11 классов, по 30 человек разместить в наши школы. А у нас нет такой возможности. Местные жители стараются отстоять зеленую зону. Уже собрали больше 800 подписей. Записались на прием к губернатору и к мэру. Проблема только в том, что график у чиновников расписан чуть ли не на весь год. Поэтому ответ «Ждите» активистов не устраивает. Они уже отправили запрос в прокуратуру. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, город.